Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с вами в том, что происходит. Значит, вы пишите, хорошо, провели время вместе, когда уходил, подслагал губы, а потом всё. Знаете, складывается такое чувство, что вы нам даёте лишь какую-то часть информации. То есть, вот, произошла какая-то проблема ситуации для вас, и вы решили нам о ней рассказать. Но вы же, я надеюсь, сами понимаете, что подобные вещи, подобные решения, они не происходят спонтанно. Ну вот, столь спонтанно, сколько это произошло у вас. Не происходят эти вещи спонтанно, понимаете? И, исходя из этого, я предполагаю, что у мужчины, у вашего молодого человека, были, 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 какие-то основания, так себя вести. Ну, по крайней мере, с вами. Соответственно, если мы хотим понять, что произошло, почему так произошло, нужно сделать анализ ваших отношений для того, чтобы выявить все возможные проблемные аспекты, а, значит, их, ваших отношений, ну, и именно все, и именно возможные аспекты ваших отношений. Тогда и будет понятно, что произошло между вами. Благодаря чему стало возможной подобная реакция со стороны мужчины. Понимаете? То, что вы говорите дальше, по поводу того, что вот он, да, стал вести себя как-то иначе, по-другому, перестал вам отвечать на сообщение и так далее. Все это, как видится мне, по крайней мере, не более чем следствием имеющихся между вами, некоторых проблем. И поэтому воспринимать, воспринимать то, что вы сейчас описываете, воспринимать то, что вы сейчас выражаете отдельно, ну, мне кажется, как минимум неправильно. Как минимум неправильно. А, максимум, ну, вот то, что мне видится, да, максимум, это было бы через чересчур узко. Чересчур узко воспринимать такие вещи в отрыве. В отрыве от, ну, от контекста в отрыве от проблематики вашей, вашей проблематики. Это было бы неверно. На мой взгляд. значит, я предлагаю вам, я предлагаю вам проанализировать, есть ли, есть ли, значит, между вами между вами какие-то конфликты, есть ли между вами какие-то проблемы. я предлагаю вам проанализировать именно этот момент. И уже исходя из него, исходя из этого момента, смотреть, можно ли вам восстановить отношения или нет. То есть, здесь самое главное не делать каких-то поспешных выводов, не делать каких-то резких, серьезных действий, потому что, ну, как бы, непонятно, из-за чего это у вас произошло пока что. То, что вы перестали человеку навязываться, это очень даже правильно. И грамотное поведение. Но вы сказали о том, что вам обидно. Замекает вопрос. Почему вам обидно? Какова природа вашей обиды? ведь нужно понять, нужно понять и увидеть, что именно вас обидело, для того, чтобы вам корректировать свое дальнейшее поведение и чтобы по возможности не повторять тех же самых ошибок, которые вы скорее всего допустили в отношении этого молодого человека. Потому что ваши слова о том, что вы не хотите ему навязываться, ну, не хотели ему навязываться, ваши слова о том, что вы писали ему смс заставляют меня думать о том, что вполне возможно вы ну через чур посягали на например личные границы человека. понятно, что это нужно выяснять, понятно, что делать такие выводы прийти временно. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы вы обязательно на эту тему тоже подумали. То есть, еще раз, не бывает следствий без причин. Не бывает. То есть, если что-то произошло, значит, у этого есть основания для того, чтобы произойти. Значит, это реакция. то есть, был какой-то стимул у мужчины. Не важно какой какой-то стимул был. Вот. Вы его, ну скорее всего как-то не заметили. не заметили, что он привяжел. И не заметили, что случилось с вашим мужчиной. А, то есть, не заметили, как он, может быть, поменялся, как он изменился, как он, ну скажем так, немножечко стал другим, как он начал по-другому себя вести. Вот. С вами, может быть, вообще в, ну в жизни. Вот. Вы этого не заметили. И вопрос, вопрос, который у меня к вам, он на самом деле только такой. Это первое проявление со стороны мужчины такой вот реакции поведенческой. Или до этого были тоже какие-то тревожные звоночки, скажем так. Потому что, ну, не может быть такого, чтобы это случилось вот прямо только сейчас. Скорее всего, где-то, когда-то мужчина уже так себя вел. Ну, я просто более чем уверен, что это так. Ну, Значит, вы пишите, что он перестал вам отвечать на ваши сообщения, да, он перестал вам отвечать на смс там и и так далее. Вот, что, безусловно, переживает с вами большим трудом. Здесь самое главное, чтобы вы не воспринимали то, что то, как мужчина себя ведет, на свой счет. То есть, чтобы вы не думали, чтобы вы не думали, чтобы вы не считали, что проблема в вас. Именно в вас. На самом деле, проблема не в вас, и я более чем уверен, что вы скорее всего, ничего плохого-то не сделали. вот. То есть, вы может быть даже и не знали, и не ожидали, что такая проблема вообще возникнет. Вот. То есть, не нужно на себя проецировать поведение мужчины. Ваша реакция, она представляется мне вполне нормальной, адекватной. Вот. Я думаю, что вы способны преодолеть данную проблему. я думаю, что вы способны из нее выйти. Просто вам сейчас необходимо ну, скажем так, немножечко регрессии. То есть, вы как бы себя, знаете, зажимаете очень сильно. вы себя очень сильно контролируете. Ну, как это видится мне, конечно. Как это видится мне. Чересчур вы себя контролируете, чересчур вы опять все рационализировать. Вот это вот, пожалуй, этого не нужно. В данном случае рационализация не нужна. в данном случае наоборот нужно, чтобы вы как следует облились, чтобы вы как следует выпустили весь свой негатив, если он имеется. И вам же, собственно, станет легче. Одновременно с этим я бы рекомендовал вам подумать, подумать о том, что такого важного для себя, ну, может быть для своей жизни, но, скорее всего, для себя. вы потеряли. Вы же переживаете из-за мужчин, вы же явно из-за него страдаете сейчас. Вот. нужно, соответственно, подумать тогда. Так, а что же вы, что же вы теряете жизнь для себя? меня. То есть, понятно, что любовь, понятно, что отношения, понятно, что вы были довольно долго вместе, вот. Это понятно. Но, если вы человека любите, то вы понимаете, что он ушел. Сейчас на данный момент он ушел. Потому что ему без вас лучше. Ему без вас лучше. Если вы любите его, то вы желаете ему счастья. Я надеюсь. А если вы желаете ему счастья, то соответственно будете рады, что человек пошел дальше по жизни к своему счастью. не попрощаться с вами нормально, но это в общем-то не каждый человек монет, далеко не каждый человек способен расстаться как-то вот нормально, адекватно, да, и так далее. и подобное поведение, подобное решение подобное решение мужчины следует воспринимать как то, что он ну в некоторой степени может быть стыдиться того, что бросает вас. в некоторой степени он может быть хочет, чтобы между вами оставалась какая-то небоговоренность чтобы возможно как-то этим воспользоваться в дальнейшем объяснить свое поведение какой-то проблематикой, какими-то сложностями в жизни, в своей жизни, в своей жизни. вот и так далее. В любом случае, в любом случае вас это уже не касается не касается к сожалению. но чем быстрее вы придете к пониманию того, что именно вы потеряли и будете направлять свои действия свои усилия на то, чтобы реализовать эту вот чем быстрее вы это сделаете тем лучше будет для вас и тем более безболезненным будет ваш выход из этих отношений. если у него чувство к вам чувство скорее всего есть иначе он не ушел бы вот так то что если он в случае если бы у него не было чувств он бы вам ага просто бы сказал что знаешь я больше с тобой быть не хочу и соответственно прости меня но я больше не хочу с тобой быть не вижу нашего будущего и так далее вот мужчина этого не сделал мужчина предпочел уйти предпочел уйти довольно даже тихо да то есть оставив вас значит он скорее всего сам экспедиция он экспедиция того что он сделал вот он сам экспедиция своего поведения своих поступков вот но очевидно что сделать он с этим ничего не может но либо либо не может либо не хочет потому что это понятно либо он не хочет либо не может и я думаю исходя из этого что чувства у него вам все таки все таки есть вы ему не безразличны и именно поэтому он отворачивается ему стыдно конечно вопрос какие чувства ведь они могут быть разными и если говорить именно об этом моменте то мне представляют и так что у него скорее чувство долга вам не ничем какое-то светлое чувство поэтому вы сейчас поплачете вы сейчас порегрессируете будьте сами с собой проанализируете как следует то что произошло потому что это опыт опыт нужно извлекать дабы не повторять в будущем и если самостоятельно у вас проанализировать не получится то можно обратиться к психологу для того чтобы он вам помог любой из наших экспертов вам поможет вот ну и обида и боль которые вы испытываете вот это вот ключевой момент который нужно проговаривать именно проговаривать потому что если вы не будете проговаривать то это останется у вас как сказал мой коллега и соответственно потом вам это будет очень сильно портить жизнь это правда это правда на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго удачи